Добрый вечер батюшки. Добрый. Раб Божий Сергий, Москва. Мне 45 лет, хотел бы получить духовное образование. Выбрал Свято-Тихоновский православный университет. Хотел бы услышать ваше мнение об этом учебном заведении. Это первый вопрос. И второй вопрос, если можно, охарактеризуйте, пожалуйста, фразу «вся власть от Бога». Как правильно ее истолковать можно? Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Фраза абсолютно нелепая. Не соответствует истине. Я даже не знаю, откуда вы ее взяли. Потому что есть в Священном Писании слова, они звучат так. Нет власти ни от Бога. Это совершенно другое дело. Поэтому времечко еще есть, вы вдумайтесь. И не надо приписывать Священному Писанию то, чего там нет. Это вообще у нас как-то обычно. Человек один сказал, другой услышал. Ну, немножко такая интерпретация вольная. Да, вольная интерпретация, у которой прям противоположный смысл. Как же можно? Что, Гитлер и Ленин – это от Бога? Натуральные антихристы. Вот. Поэтому, как это может быть от Бога? Другое дело, это попущено Богом. В наказание, во вразумление людям. Потому что люди все жаждали перемен. И очень шибко боролись с самодержаниями. И кто больше всех боролся, тот был истреблен как класс. Вот. Теми силами, которые они вызвали к жизни, вот своим таким сопротивлением. Но совсем не всякая власть от Бога. Спаси и сохрани, вообще так думать. А про Богословский институт я даже когда-то был там проректором и являюсь одним из основателей. Поэтому я очень болею за этот институт. Конечно, это учреждение новое. Институту всего 20 лет. Он уже состоялся, но еще не настоялся. То есть, вообще он в процессе такого движения. Но, слава Богу, очень много людей получили там образование. И, ну, можно сказать, выдающихся даже людей. Очень много изданий есть в университете. Очень много замечательных педагогов. Огромная деятельность. Десятки тысяч людей его закончили уже за эти 20 лет. Очень многие, сотни стали священниками и преподавателями богословия разных уровней. Там есть разные факультеты. Там и педагогические, исторические, филологические, и богословские, разумеется. И катархизаторские, и миссионерские. Так что приходите, в общем, как раз. Вы там найдете себе даже друзей, потому что очень многие люди в зрелом возрасте становятся нашими студентами. Разные формы существуют. И заочные, и вечерние, и стационарно-дневные. Так что милости просим.